Министерство обороны Армении опровергло дезинформацию оборонного ведомства Баку. Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 12 июня в период с 10.05 до 17.50 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности, говорится в заявлении ведомства. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что следующим логическим шагом в контексте ситуации с ОДКБ станет выход Армении из этого блока. Глава правительства вновь раскритиковал организацию и обвинил ее в бездействии в вопросе обеспечения безопасности Армении. Как известно, сейчас страна заморозила свое участие в организации, а недавно также отказалась участвовать в ее финансировании. Следующим логическим шагом станет выход из ОДКБ. Когда это будет, мы решим, будет ли это через месяц, год или три года, сказал он. Никол Пашинян также заявил, что никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. «И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ», – сказал Пашинян. Он отметил, что в рамках СНГ и ЕАЭС в каком-то смысле будет вынужден сотрудничать. Армении и Беларусь отозвали своих послов. Посол Армении в Беларуси, Размик Хмарян, вызван в Ереван для консультации, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анни Бадалян. «Беларусь отзывает своего посла в Армении для консультации», – заявил журналистом пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. «Мы видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять, но мы не понимаем, при чем здесь Беларусь», – отметил пресс-секретарь МИД. МИД Беларуси вызвал представителя посольства Армении для разъяснения в связи с заявлениями армянского премьер-министра Никола Пашиняна в отношении Минска, сообщил пресс-секретарь Беларусского дипломатического ведомства Анатолий Глаз. «Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос», – отметил он. «Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиций Еревана по ОДКБ. Рассчитывает, что взаимоотношения стран продолжатся в русле партнерства и союзничества», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями. Мы будем прояснять их позицию. Конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», – сказал Песков. На просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанное с выходом Армении из ОДКБ. Национальное собрание Армении утвердило годовой отчет об исполнении госбюджета за 2023 год. Проект постановления парламента об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета Республики Армения за 2023 год получил на заседании парламента 67 голосов «за». Оппозиция не участвовала в голосовании. Турция и США подписали контракт на поставку партии истребителей F-16, переговоры по которым шли с затруднениями, сообщила Минобороны Турции. Контракт на поставку подписан, делегации продолжат обсуждать детали в ходе переговоров, цитирует телеканал ТРТ Хабер, источник в министерстве. Конкретное число истребителей пока не называется. Страны НАТО с 2022 года поставили Украине оружие на 98 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по военному содействию Киеву в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Мы уже обеспечили Украину военным снабжением на 98 миллиардов долларов с 2022 года, сказал Остин, выразив надежду, что объемы военной помощи для Киева будут возрастать. Лидеры стран Большой Семерки договорились выделить Украине кредит на 50 миллиардов долларов до конца 2024 года под залог будущих доходов от замороженных российских активов, сообщили в канцелярии президента Франции. По данным Bloomberg, детали договора еще предстоит окончательно утвердить после саммита Большой Семерки, который пройдет на этой неделе в Италии. Это означает, что до подписания документа может пройти еще какое-то время, отмечает агентство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова